В продолжение темы, ко дню славянской письменности и культуры в Ликинодулевском политехническом колледже состоялась встреча студентов с поэтами земли Орехова-Зуевской. Стихи писать, не водку пить, процесс сей избранным под властью. Хочу, друзья, вам сообщить, поэт к лечению душ причастен. Ирина Ширина в поэтических кругах еще не так известна, как автор, хотя когда-то мечтала стать профессиональным поэтом. Хотела поступать в литературный институт. На тот момент у 17-летней выпускницы к вступительным экзаменам был собран целый сборник стихотворений. 15 стихотворений, вот именно нужно было 15. Причем, знаете как, строгие были требования. Должно быть два стихотворения патриотической направленности, два там лирика, два такие любовные лирика, исторического плана. Сначала литературные произведения сдаются на конкурс, а потом уже комиссия, рассмотрев и оценив, дает рецензию. После решения комиссии должен пройти год, но терять его тогда Ирина Ширина не захотела, поэтому ее мечта стать профессиональным поэтом так и не сбылась. И до этого момента с плодами ее творчества были знакомы только близкие люди. Студенты Политехнического колледжа услышали дебютное выступление автора. Сила слова – это тот важный фактор, который дает молодому человеку понимание значения нашей речи. И сегодня в очередной раз мы пригласили наших уважаемых поэтов Орехово-Зуевского района, города Ликино-Дулево, для того, чтобы эти удивительные люди поделились своим опытом создания стихов. Стихи – это особое творчество, это особый вид творчества, который дает человеку возможность раскрытия душевных и духовных сил. Поэты прочли студентам стихи о войне, о своей малой родине, о патриотизме русского человека. За время круглого стола, который длился около часа, поэту прочитали десятки стихотворений трагических и шуточных, тем самым мотивируя студента присоединиться к написанию стихотворных форм. Ведь, как доказано учеными, подбирать рифму – это еще и хорошая зарядка для ума.